Добрый день, это эфир информационная программа репортера студии Маргарита Шибукова. Даже, какие на протягу некоторых дней проходят на Гомельшине, дозволили аграрам пачать обуазимых, как и у передней годы их основу складывать третикали, пшаница и жита. По словам специалистов областного управления по сельской господарции и харчаванни, протяглый заслушливый период не только оказал негативную плыв на урожай этого года, а и поставил под погрозу урожай будущий. Не глядяши на оптимальные термины, на минулым тыдни ся в буазимых проводили только два районы. После изменения на двор, я до работ приступили повсюдно. Завершить работы плануется до конца вересня. Одношасовы господарки протягивают уборку бульбы, урожайность якой поколь находится на летошнем узровне. Прыклад на празд два тыдни пошнется массовая реализация гэтой культуры насельницу на сельско-господарших хиромашах. Открытие объекта в социальной сфере с поборництвой волотов, историчной реконструкции и библия-ночь. Сегодня у Гомеля распочинается трудённая программа мероприемств, промеркованных до дня города. Олег Сентюров подзекавился не которыми сюрпризами, які подрыхтовали организаторы. У перчыню Гомеля узгадывается у старожитных кореницах у 1142-м годе. Правда, практически до 17-го года он назывался то Гом, то Гомий, то Гомье. На думку в учёных, гэтая слова утворена от старожитно-славянского Гом, что означает холм, узвыша. У историчной части Гомеля узгорки заховалися до нашего часа. Сегодня гэта одна з ландшафтных асабливостей у города, якая будя выкарстана подчас проведения разностайных мероприемств. Коли пагортать сторонки истории Гомеля, то тут так само можно знайси шмат текавага, причем за словом у перчыню, о регионе, Украине и на воту свете. При святковании дня города об гэтом нагадают яшчэ раз. Мы захватываем историю, начиная от начала 19-го века, и то, что было вплоть до конца 20-го века. Именно характерное было для города Гомеля. То, что зародилось у нас, и чего не было ни в области, ни в республике в целом. Именно у нас впервые, когда была Российская империя, зародилась Ланкастерская школа. Именно у нас зародился театр кукол, который потом перекочевал в город Минск. Это был наш белорусский сейчас государственный театр кукол. Именно у нас появилась первая детская железная дорога. Хоть только истории, организаторы вы решили не обмяжоваться. Дзявить гомельчан, кажуть, складано, а для зарабить программу святкования дня города текавой можно. Усяго, подчас святкования, меркуется провести больше 100 забавлянных мероприемств. Плюс, открытие объекта в социальной сфере. После реконструкции, в одновленном выгляде, пространяем Гомельский автовокзал. Открывается первый в Беларуси музей фото за уникальной коллекцией фотоаппаратов. Сверх самых масштабных проектов открытие набережной реки СОЖ. Об этом казали еще у часа иснования Советского Союза. Олег полностью реализовался идею с Донидей, только с СОЛИТом. Дитячие гуменовые працовки, композиция «Маяк» за 50 светильнями и новые озеленения. Еще в 80-е годы был задуман проект. Вместе с тем, силами строителей, наконец-то, он был реализован. 11 числа в 12 часов произойдет торжественное открытие. И уже вечером в 19 часов свет сквозь века. Большое интересное световое шоу будет на этой новой набережной. Далее, в этот же день, 11 числа, будет после реконструкции открыто здание нового детского садика на Книжной, 19. Это больная тема для жителей нашего города. Если в развитии города хватает мест, то для микронов новостроек, безусловно, нет. Официйное открытие дня города отбудется 12-го вересня на площади Ленина в 12-й годин. Як чекается, уделуем примуть народные артисты Беларуси Ядвига Поплавская Александр Тиханович. У 12-й годин 30-й годин тут пройдет презентация нового телеканала «Беларусь-4 Гомель». Алисин Чаров, Ёвген Макеенко, телерадокомпания «Гомель». На переддне святкования дня города Гомельская Дзяша-Аутоинспекция узмасняет контроль на дорогах. На допамогу супрацовникам ДПС закликаны дружинники и ветераны ДАИ. По даденных статистике, на ровне с поменьшением колькости дорожно-транспортных здареньев, упоравнание с летошним периодом, колькость человек, які у них загинули, повеличилась. На этом тыдне Гомельская ДАИ будет працовать во узмасненном режиме. Инспекторы будут дежурить на усіх клюшовых скрыжеваннях и магистралях города и подрымливать безпеку дорожного руху на подъездах до места проведения святошных мероприемствов. Узмасненец контроль так само и за пешеходами. Да помогать супрацовникам ДПС будуть дружинники. У Гомеля доброохвотная дружина ДАИ налишва больше за 380 человек. По всей области у их составу выходят больше, как тысяч человек. Не отмавляются у ДАИ от допамоги ветеранов. В свою очередь, они помогут молодым сотрудникам ДПС где-то правильно квалифицировать то или иное правонарушение, где-то проявить милицейскую смекалку. Дружинники автоинспектора могут выступать в качестве очевидцев, в качестве свидетелей правонарушения. Также могут оказать методическую помощь, практическую помощь инспектору. Ну и вообще эффект присутствия нескольких человек, он тоже имеет свое место при оформлении того или иного нарушения права дорожного движения. Гомельчане означали день прагажостя. Это свято инициировал Международный комитет эстетики и косметологии 20 лет тому. Своим обаянным город веншовали девчата с центра моды прагажостя «Хрустальная нимфа». Профессийные модели у першиню вырошили таким чином долучиться до свято. Не глядяши на незвычайные обставины дефиле, и оно прошло под музыку. Показ супроводжал специальный декораванный автомобиль. 12 прагажунь проставили оригинальные восинские образы, які відповідають над дворю. Але метод дефиле не тільки веншавання. Естественно, напомнить о том, що подиумом може бути любая дорожка, по которой идет красиво одетая девушка, гордо несущая голову і себя як элемент вдохновення. Двайный юбилей ознашив гомельський письменник, журналист і ветеран правоохонной справы Михаил Дзедовец. 65-й день нароження і 35-й годі творшої дзейності іменінник ознашив у актовій зале управління внутрінних справ гомельського Аблова Конкама, дзе прайшов вешар портрет у яго гонор. Гару подполковника милиции у отставцы Михаила Дзедовца належать шесь книг і сотні нарысов об заслуженных жахарах гомельщины і героях Советського Союза. Яшы одновыдання пабашыцвету наступным годі. Але я не глядяшы на любоў да літературного слова, калісті ён зробіў выбар на карысь правоохонной дзейності. Прайшов шляха ад старшага літэнанта до начальніка гомельського адзела внутрінных справ на транспарте. Ягупрацовны вопызнайшов адлюстравання ў книгах, які распавядаюць про нялёгкі будні чалавека ў форме. Работаю над новой книгой «Зооприроды». Практически я работу завершил. Ну, і мене где-то свыше 250 очерков о наших ветеранах войны, фронтовиках, партизанах, подпольщиках, узняках концлагерей. Ну, естественно, мы не забываем нашу повседневну жызь. Пишу много о сотрудниках милиции действующих. Даже сегодня мы постараемся вручить своих два свежих очерка, которые вот опубликованы прямо на днях. Што год 9 вересня сотні православных верника унаведываюць свято-покровскую царкву вёсцы Карма Добрыжского района. У гэты день тут проходзець богослужэнни, прасвешэнны памяти святога Иоанна Кармянскага. Подробязнасті у наступном материяле. Народзівся Иоанна Гашкевич на Махилёвщине у сім'ї священника. Яго будуче служэнне было наканавано Господом і открыто батькам, яше да яго з'явління на світ. Одною, чы, коли мати будучого праведника молилася у храмі, да яе подышоў юродівы з прарочыми словами. Хатів би я у гэтага діцяті отримать благословення, але не доживу. Уже 4 годы Иоанн допомагав батьку царкве. Потім скончую царковно-приходскую школу, духовное вучилище і семінарию. Па завершенні аддукацій став законовучителям ў царковно-приходськай школі ў вёзці агародня Добрушскага района. Потім і іреям ў Рогачовскім районе, дзі аддаў царковному служэні 14 гадоў. І знов вернуўся ў агародню. Назусім. А крамя духовного служэнія займався добраў парадкаванням храма і яго побудоў. Уласной жані рухомасті ніколі не меў, а жыл ў царковным дамку. Пасля нараджыні сёмага дзіцяті, айцец Иоанн выканаў сваю мару, наведаў Киўа пячарскую лауру і отрымав благославені ад старцаў на манаская жыццё. На богослужэні да ёго прыходзіле людзі з розных вёсак, кабы трымацца саладу адбоскай ласкі, яка ў присутнічала ў храме разам з добрым пастырам. Зямны шлях айцца Иоанна завершыўся ў восень 1917 года. Його мощи оказались нетленными и были перенесены сначала сюда, в корму, по его пророчеству, которое он говорил, что никогда не ездил на машине, а по смерти меня покатают. Действительно, они были перевезены сюда на машине, здесь были поставлены. И, значит, когда приехал святейший патриарх, то было первое чудо от мощей, значит, было очень такое сильное благоухание в церкви. Тут наш другий дом, кажуть прихаджане свято Пакровской церкви. Помаліцца о вылятшэні, альбо поляпшэні здароўе, падякаваць за отрыманую допамогу, очистіць душу пакаянням, ў кожныха свой боль і свая радасть. Не приезжать просто не могу. Во-первых, это долг, ну, как бы, благодарности Богу через молитву батюшки Анна. А с другой стороны, здесь очень хорошо. Здесь как-то так тепло, уютно. Вот я себя ощущаю здесь, как дома. Алена Капитулец приехала с Гомеля разом з унуком Иваном. Хлопчик, до речи, був названый Менавіта Угонар Иоанна Кармянскага. Дитяна роділася с тяжким пороком серца. Имя святога і пастаянная наведвання Ягу Мошоу, веры лі родные, да поможа пермахчы хворобу. Так і здарыласе. Прошла удачна операция. Ми приїхали с Ванечкою сюди. Мама наша тоже приїхала. Благодарюся Анна Кармянського за допомогу. Прид Господом молили о нас. Вот Ванечко такой вот у нас, такой ранний приїхал, уже успел поклониться. Дарыш і свято-покровська царква увез ци карма, сирот білорусів і гостей з близкого замежа, популярна як екскурсійний об'єкт. Йе наведвання уключають многие паломницкие туры по Білорусі. А кріме таго, царква уваходзіць у туристичний маршрут «Малое золотое кальцо Гомельщины». Марина Сівер'янова, Сергій Лукашук, телередуя компанія «Гомель». На гэтам пакулюсь озера звідсім падзей, сашліці па нашых выпусках. А я з вами развітваюся. До побачення. Редактор субтитрувальниця Оля Шор